В октябре в городе Зеленоград проходил чемпионат России по настольному теннису среди инвалидов, слабослышащих. От Новочебоксарска приняли участие три спортсменки, учащиеся в училище Олимпийского резерва. Команды на этих соревнованиях были очень сильные. Наставник теннисистов Алексей Алексеев помимо инвалидов тренирует и здоровых ребят. Вот его команда. Перед вами стоят ученики УОР нашего города Новочебоксарска. Решите мне представить. Это у нас Назар Балашов. Он учится на втором курсе. Тренируется уже у меня третий год. Но у него успехи пока небольшие. Он, конечно, чемпион среди инвалидов. Имеется в виду Чувашии. В нашей республике у него первое место. Так я говорю, да? Вот. Значит, у нас идет дальше Иванова Анастасия. Значит, она у нас это будет, значит, на чемпионате России выступала. Также в команде вместе с Анастасией Егоровой, которая попала, вот я уже не раз говорил, она попала уже в сборную нашей страны. И у нас чемпионка республики. Это Валерия Волкова. Вот она сейчас стала чемпионкой у нас среди молодежи до 21 года. И второе место у нас это Александр Степанов. Он занял среди молодежи второе место. Валерия Волкова и Александр Степанов тренируются и выступают пока по республике. Им предстоят старты по Приволжскому федеральному округу. Слабослышащие же ребята, выступая в Зеленограде, смогли обойти все команды соперников и стали обладателями Кубка России, завоевав звание мастеров спорта. Мы стали чемпионами России. Конечно, очень трудно было, потому что за Москву играли в Зеленограде, в Московской области, как говорится. Ну, очень трудно нам было девочками играть. Потому что так как за нас, конечно, за Чуваши никто не болел, а Москва есть Москва, за нее очень много болели. Потому что в Москву выступало две команды из них. Ну, так что мы 3-2 победили. К этим соревнованиям Алексей Алексеев готовил ребят целый год. Для них эта победа стала самой крупной. Анастасия Егорова также попала в сборную России по настольному теннису среди инвалидов слабослышащих. Задача такая, что Егорова, она попала, она попала сейчас в сборную нашей страны, ну, чтобы участие на Европе, чтобы выступала. Да и другие девочки у меня, они кандидатки тоже в сборную. Так что я думаю, вот Ивановой, Анастасией тоже все есть шансы попасть тоже в сборную. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!